всем привет вы как всегда на канале семья на чемоданах мы естественно в полном составе продолжаем изучать остров самуир и сегодня второй выпуск ребятки кто не посмотрел первый выпуск обязательно гляньте его сегодня будут классные пляжи и не только классные куча интересных мест нажимаете на лайкосик пишите комментарии и погнали в новый выпуск и погнали одна большая кровать и это утро мы начинаем с вечного переезда ну вот этот уже получишь представляете утро сегодня и наш сегодняшний выпуск начинаем максимально необычно дело в том что мы вот этот красавицу который нас катает уже больше месяца по таиланду везем на т.о. мы уже проехали чуть больше получается двух тысяч километров и время подошло на т.о. представляете 20 тысяч пробега и мне вот ребята из компании написали что надо бы на т.о. если типа мы в паттайе мы приедем заберем машину буквально на час я написал что нет не там они организовали вот прохождение этого официальной тойоты здесь на самуе вот и гоню тачку прикиньте сейчас посмотрим как там это все дело будет происходить интересно же дай вот официальная тойота правда вообще написано все на их языке даже не понимаю куда мне ехать не знаю ладно попробуем поехать сюда ресепшн так ну поехали в ресепшн в новой тойотке стоят пару машин сейчас будем разбираться все оставил тачку ее приняли потом по итогу дадут счет выставят могу оплатить я 10 это полторы две тысячи бат будет стоить вот могу ребятам скинуть на ватсап он игре что на ватсап скину потому что кэш у меня нету а карту юниор п они здесь вряд ли у официалов примут вот ну посмотрим он сказал времени примерно час пойду пока разбираться с компьютером здесь розетки настолько дерьмовые что прогорают вот эти вот штуки у меня так было на шар-ланке и сейчас та же самая история надо дойти здесь до сервиса он стать тоже прям рядом все так совпало круто поэтому сейчас пойду отнесу им надеюсь они все это дело заменят мне просто то есть пустила к себе в лабораторию доделать выпуск 45 минут у меня на все ушло выдали мне вот такой чек ребята с проката сами все оплатили вот моя задача была только отвести сервис кому интересно да сколько стоит и он у официалов здесь полторы тысячи вот реально мир не без добрых людей вот насколько классные мужик да просто запустил мне все мастерскую хотя у него здесь так все это и решеткой оборудованы чтоб никто не проник все-таки техника да вот и дал мне подзарядиться дал мне доделать выпуск на youtube подключил мне к интернету благо у него 5g оптоволокно все мгновенно загрузилась но все в четверг уже должен мне отдать зарядку хорошо что нашелся такой мастер потому что и в первый сервис который заходил который возле тойоты был там они сказали что нетушки ребятки у кого брали машину оставляю контакты в описании переходите к ним выбирайте тачки у них большой автопарк выбрали новую и в принципе у них весь автопарк почти из новых машин нами проверенные крутая рекомендация будет там в описании после обеда едем изучать новые пляжи на острове мы пока едем вы смотрите тоже новые выпуски кто не посмотрел предыдущие смотри и не забывайте про лайкосики ребятки они очень нужны ребятки немного прервемся на некоммерческой лайфхак это реально лайфхак подробнее про этот лайфхак вы сможете почитать у нас в грамм канале я там полностью все пошагово распишу со всеми ссылками так что туда переходите и заодно подпишитесь если не подписаны почему решил быстро сделать такое вступление от выпуска потому что почти под каждым выпуском нам задают один и тот же вопрос что со страховкой как делать страховку какая у вас страховка сейчас быстро делюсь в телеграм-канале подробнее ребятки для того чтобы сделать очень выгодную страховку для путешествий тут реально за 0 рублей вам нужно первое это оформить по моей ссылке в описании карточку тинькофф black мир это обычная дебетовая карта никакая не кредитная просто дебетовая почему нужно сделать по моей ссылке потому что она дает ряд привилегий вплоть до пожизненного бесплатного обслуживания более подробно в телеграме да эта карта за границей не работает но как раз благодаря ей можно получить бесплатную страхов в общем когда вы ее оформите вами и доставят активируете при помощи первой любой покупки вам нужно будет оформить подписку премиум у меня это подписка давно почему вам нужно оформить по моей ссылке эту подписку премиум потому что вы получаете тоже куча бонусов вплоть до нескольких месяцев бесплатной этой подписки соответственно страховка вам выйдет в путешествие в ноль страховка действует на пятерых человек начинает работать от 90 километров от места вашей регистрации покрывает даже активный спорт и даже экстренную зубную боль у нас всегда уже на протяжении несколько лет именно этот полюс ребятки еще раз говорю подробнее читайте у нас телеграм-канале все не отвлекая от выпуска продолжаем мы приехали на пляж который называется чавенг насенка твои впечатления про парковку парковки нет вообще задница мое впечатление до парковки это зато весь какой движ но ценники конечно сразу рестораны и везде движушка мы прошли через какое-то красивое кондо и попадаем на пляжах добро пожаловать на пляж самуи который называется чавенг то есть видите он закрыт получается таким коралловым рифом и здесь очень спокойная вода инста пальмочки вот это я понимаю пляжи такая здесь очень красивая водичка лазурная вот мы в прошлом выпуске кто не смотрел посмотреть мы получается вот с той стороны косы купались на нашем пляже на где остановились в отельчике вот это касание на нее ходил и вот этот приватный остров водится здесь потрясающе теплая такая знаете стоячие бы сказал много мусора вот прям здесь на за берег поэтому конечно лучше нужно отходить туда вот подальше где все люди купаются по колено все ходят прямо до самых вот туда вот островов вроде все ничего так все красиво аккуратно но посмотрите сколько плавает здесь пенопласт на который убьет огромное количество рыбы ну и на дне вот тут конечно мусор на видимо из-за того то что отлив вода сюда никак не поступает не промывается не сливается на здесь застоит и вот пожалуйста пример можно идти чем-нибудь трусы под водой ну так все конечно история наш главный купальщик сказал фубе поэтому поедем на другой пляж доехали мы до следующего пляжа называется коралл бич вот пожалуйста 100 бат трубки можно взять да здесь значит оденем очочки варить как красиво заходи качели каяки вон какие классные скалы по пути заехали мирошки купили рукава по совету наших зрителей не купите ему рукава плавать будет получше вот блин ну пляж крутой у кого-то там такие виллы потрясающе все а мы вот здесь сейчас разместимся и пойдем купаться ну погнали ну погнали и кстати сразу обрыв идет и мирошка вот не совсем кайфует от этого а темка сказал что здесь огромное количество рыб здесь вот вообще вода крутая еще солнца нету дай что есть рыбчиком очень они вот такие вот да так видишь ты держишься на воде но все мирошка распробовал так все спасибо за совет не бойся тебя держит рукава не бойся сынок не бойся мы рядом не бойся не кричи вот все а тебя рукава для этого и купили попробуем вернуть чтобы увидеть этот подводный мир ныряем пляж vivid в а Rosa а а а а а о а а Субтитры сделал DimaTorzok Мирошка пока не понял принцип этих вот плавников, боится заходить пока купаться Мироша лайк ставь, вот так вот Мы пошли вот сюда вот на камни, здесь еще потрясающая вода Вот сейчас солнце выходит, просто лютый цвет, вот прям вообще самая прозрачная Смотрите, потому что здесь не песок, здесь вот такая вот галька, камушек такой маленький Классно, в перемешку с кораллами, именно поэтому здесь вода просто в топ И она как раз прозрачная далеко Вон такие огромные волны, ой как здесь бьется Иди там обойди с мамой Иди с мамой обойди, говорю Взял у детей, попробуем поплавать Субтитры сделал DimaTorzok Решил немного попутешествовать по вот этим булыжникам, правда Как потом обратно двигаться, нет понимания Здесь так скользко, но здесь вот прикольный бассейн, я говорю, в маске с трубкой Чтоб не торопиться, здесь крабиков полно Класс И по этим булыжникам можно походить Главное не подскользнуться Опа Я шел поверху, а мои вот ползком через щель в камнях Если только змея, здесь крабов много Теперь вылазим Ну вы только посмотрите, посмотрите Не на Настенку, а куда мы приехали Мы приехали в красный храм Представляете? Красный храм Когда проезжаешь его мимо на машине, кажется, что он построен вот из такого красного песка Так ли это? Сейчас посмотрим Но скорее всего это просто красная краска Да, это просто красная краска Какая-то такая специфическая Но все равно, да, как это все сделано Каждый вот этот вот узорчик Супер Вот они заморочились, конечно Традиционно вот эти драконы Змеи какие-то трехглавые На этот раз я немножко прогадал Приехал, видите, в коротких шортах Поэтому идет снимательная стенка На территории храма открывается потрясающий вид на море На пляжике Есть даже такая смотровая площадочка Здесь даже можно спуститься вниз В данном случае вдоль лестницы Не драконы Трехглавые, да, вот как обычно мы наблюдаем А здесь именно змеи Кобры И вот еще Много-много-много Храмов таких маленьких Помимо парковки И вот всяких стритфудовских кафешках Смотрите, что здесь еще есть Баум-баум-баум Чжуань Ю Что-то связано с Китаем Он очень огромный Вот я даже не могу вам передать его размеры Потому что вряд ли камера передаст Но он настолько гигантский Попадаем на территорию Китайского храма А вот он в миниатюре Как же я обожаю все эти постройки в миниатюре Он как-то смотрится Правда что-то заляпанное стекло Не сильно будет видно А это что, у нас мост какой-то? Мы углубляемся сейчас вглубь острова Туда вот в горы Для того, чтобы попасть на водопад И будем купаться Вот он, второй водопад 80 метров в высоту И там куда-то направо А здесь вот 80 метров еще водопад Не прошло и пару минут И мы уже доехали Вот так вот для вас одно мгновение Припарковались 20 бат парковка Сигналит запрещено Помимо, что здесь мы сейчас отправимся Наконец на водопад Здесь еще можно пообщаться со слониками Блин, конечно, вот такие слоны Когда они вот так вот в клетках Это не вау, согласны? Одно дело, когда ты смотришь Либо в сафари слонов Или смотришь слонов на дороге Прям когда они выходят Дикие слоны Они совершенно другие Здесь вот такие слоники С этими еще сидушками Здесь можно купить бананы Проходим через торговые ряды Где можно немножко денежек оставить И попадаем на самом деле Уже почти сразу к водопаду Он прям вот Сразу же Встречайте Водопад О, вот все купаются Видите? Ну, правда, это вот не такие водопады, как у нас Они здесь Мутная вода Вот это вот Ну, не то пальто Блин, да, он красивый Он 80 метров 80 метров высоту Он больше похож, знаете, на такой каскадный водопад Нежели Срывается С горы какой-нибудь, да? Ну, здоровее Здесь кто-то плавает Непонятный Большой И вот сначала сюда приплыло Люди начали все смотреть И все повылазили Потом Это что-то туда отплывло И все туда пошли Я поднялся на камень И жаба такая здоровенная сидит Ну, здесь вода Так себе Купаться мы не стали Хотели, но что-то не вариант Вода какая-то Не очень Прикиньте Достопримечательность, на которую мы приехали Называется Дед и бабка Потому что здесь скалы В виде Половых органов И это достопримечательность Здесь, кстати, огромнейшая Вообще просто туристическая зона Можно купить абсолютно все От магнита До, не знаю До какой-то суперской еды Мирошка Крутая очень Туристическая лавка О, я вижу писюн Вот Про что я вам говорил, видите? Вот он Торчит До него, конечно Можно И нужно Дойти Ладно Пойдемте Посмотрим Да, гейзер, Артем Это гейзер Посмотрите Впереди Какой конец света Да, здесь очень Классный пляжик Можно Окунуться Такой приватненький Здоровский Надо сейчас Обязательно спуститься Там просто Триндец Творится Бассейн ой, какой грязный, да? Но цвет моря очень красивый. Заходить нельзя, ленты все натянуты, ну что сорвешься, волны только так тебя бы эти камни разобьют. Какая-то максимально странная достопримечательность, вообще не знаю, зачем сюда приезжать, но на самом деле все, что мы сегодня посмотрели, выпуски, да, это все прям близко друг к другу, поэтому на пиписку заехать можно, почему бы и нет. Оказывается, на Самуи есть тоже улица Walking Street, и мы на нее заглянули, здесь она типа рыбацкая деревня, здесь и вся движуха, сейчас посмотрим. Вот, все, добро пожаловать. Днем это рыбацкая история, вечером разврат. Вообще, на самом деле, до 18 все очень цивильно, просто люди ходят, просто магазины, просто кафешки, и вообще все нормально. Всех запугали, холостяков, что они попадут сюда и все, трындец, все не так. Еще на Самуи все ходят вот с такими вот сумками, представляете, они продаются здесь на каждом углу, и все гоняют именно с ними. А все дело в том, что погода здесь непредсказуемая, дожди непредсказуемые, и они льют просто, вот вроде солнце светит, бац, и все, и дождь. Если сумки такой не будет, то как бы технику зальет. Крестики здесь, конечно, классные, все на берегу, с видом на море. На Сиамский залив. Окей. Очень красивые, да. Вообще, улицы торговые, много всего, продают суйниры всякие, много красивых, классных ресторанов, вкусных, люди стримят, вот идут и снимают, иностранные блогерки. А можно попасть на Самуи в непогоду, и получите этот же бляж, только в такой картинке, смотрите. Шамбалейла. Смотрите, какая жесть. Просто пляж весь мыло, волны доходят аж вот сюда вот. Вот, сейчас как раз дойдут. О, ноу. Да. Вот. Вроде и солнце, но последние два дня и льют дожди, вон там волны конкретно разбиваются. Смотрите, что творится. Вот так вот. Мусора просто капец намыло. Так, ну, кто-то самые отважные ходят купаться. Жестко. Даже не вопрос шторма, а вопрос мусора. У-у-у. Нифига, что творит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите, какая волна. У-у-у. Вот это да. Смотрите, смотрите, какая волна. Сколько? Метров полтора-два на высоту. Даже рыба в шоке от такого шторма, поэтому она решила выпрыгнуть на берег. Это рыба-ёж. Темка увидел, позвал всех. Рыба-ёж, она токсичная. Посмотрите. Она токсичная сейчас. Последствия шторма. Посмотрите, сколько мусора ребятки выкидывает. Сколько пенопласта, который просто убьет огромное количество рыб и черепах. Это мама не горюй вообще. Ай-яй-яй. Вот здесь вот круто стоять. В этих камнях. Ой-ой-ой-ой, как затягивает. Ничего себе. Вот та мясорубка. Не, ну классно. Шторм это тоже прекрасный. Тянет конкретно, конечно. Нас просто... Смотрите, как накрывает. Мы даже не успеваем убежать. Вон там мои стоят. Такие волны пошли. Жесть. Ай-яй. А чувакам вообще пофигу. Вот это кобздец. Вот такой вот, ребятки, остров Самуи. Вообще непредсказуемый по погоде. Может быть солнце, а могут начаться вот такие вот дожди, и море вот так испортится. Поэтому нужно быть внимательнее, выбирая, конечно, для отдыха. Для десятидневного тем более. Потому что можно приехать и попасть вот так. И отпуск явно будет испорчен. Вот, 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 вот. Волна принесла. Смотрите, что. Вот, стоим прям, и вот волна принесла на берег. Рыбку перевернула. Это просто жесть. О, вот это там камни накрыло. Традиционно перед дорогой заливаем полный бак. У нас, видите, почти на лампочке уже. Едем дальше. Сказали пять минут, и кабель забираю. Надеюсь, все будет работать. Сохраните обязательно этот контакт. Вот у меня есть такой контакт проверенного человека в Курции, кто делал мне компьютер-монитор, когда дети кинули игрушку. Кто следил, тот помнит. Я тоже делился контактом. А сейчас вот здесь на саму и поделюсь. Потому что такая ситуация может получиться у каждого. Я непредвиденно. Сохраняйте, записывайте локацию, номер телефона. Хаилуя. Теперь у меня почти новая зарядка. Все, поменяли полностью провод. Класс. Ребятки, забирайте рекомендации. Решили мы заранее сгонять и посмотреть, что с билетами на паромы. Мы в итоге до первого прокатчика доехали. У них нет билетов оффлайн. Только онлайн. И онлайн только на 5 утра. Естественно, 5 утра нам не подходит. Едем сейчас во второй терминал, к другому прокатчику. Посмотрим, будет ли там. Иж засада с этими билетами прям. Ну все, мы сделали большое дело. Мы купили билеты. 890 бат стоят. По карте оплатили. Здесь вот такие вот билетики, они просто распечатаны. Завтра все, вот в 10 утра едем. Единственное, что я не знаю, почему вот так, что вот в том порту вообще все забито. На 5 утра только. И тот только через букинг. Здесь оффлайном на любое время каждый час ходят паромы. Потому что, может, они немножко подуставшие, поэтому... Ну ладно, нам вообще нет никакой разницы. Завтра заодно посмотрим, новый паромчик будет. Представляете, мы приехали на закат. Вот здесь вот порт, куда мы приплывали. И мы, получается, вот сейчас по кругу. Мы живем на востоке вот здесь. Мы вот так вот полностью объехали остров. Сейчас в порту, и когда поем домой, закольцуем его. На западе говорят самые красивые закаты. Но это сто процентов так, потому что солнце будет прям падать только в море. А ужинать мы будем в клевом ресторане. С крутым визом на закат. Как вам? Спасибо, госпожа. Пока камера стоит на таймлапсике и снимает для вас потрясающий закат, нам начинают приносить еду, а именно пиццу. Мы соскучились по этой пицце. Смотрите, как пицца тянется, сырочется. Вообще... О, Мария, тему, 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 тему берет. Круть, это Маргарита. У нас, в общем, 4 пиццы должно быть. Еще одна пицца. Это уже с морепродуктами. Блин, конечно, пицца очень вкусная, ребятки. Ну а когда пицца с таким видом, это... О, как вам закат? Пишите в комментариях, как тебе ужин? Очень круто. Очень вкусно готовят пицца. Первый раз в таймлапсике я вижу такую пиццу, которая сырная, и она очень сильно тянется. Начинка большая, насыщенная очень. Ну, острая. Ну, острая немножечко. Островатая. Не островая, островатая. Немножечко. А ужин весь вышел на 1300 бат, грубо говоря. Единственное, что они карты не принимают, пришлось это... Бежать до банкомата. Да. Все? Да. Все, 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 все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова